Ну что ж, друзья, мы ждали хорошей драки, конечно. Мы уже ее получили, на самом деле. Остался только вопрос в том, насколько долго эта драка продлится. Я не думаю, что мы увидим какую-то сухую победу от какой-либо из команд даже на второй карте. И все это после событий первой карты выглядит реальностью. Потому что карта наигранная и командой Маус, и командой Героик. Кто-то выпил баночку, я только сейчас это понял. Кто тут работал до этого? Вернемся к матчу. У нас прямо сейчас должна стартовать карта нюк. Я не успел услышать аналитиков по поводу стороны. Ребята говорили, что там. За защиту Маус начинает. За защиту, да. Все-таки здесь, по-моему, тоже выбор стороны на чужой карте присутствует. И это для Маус бонус. Приятный бонус. И вдвойне приятный ему был бы, если они свой пик забрали. Да, ну, опять же, команда Героик умеет атаковать. Хотя, опять же, можно вспоминать любые матчи Маус Спортс, нюники. И в этом году были хорошие, очень сочные игры. Поэтому, ну, непонятная ситуация. С преимуществом здесь выходят на эту карту явно ребята из Героик. Но если Маус Спортс уберутся и там где-то еще местами пропрет в пистолетках первых оружиями. Пропрет. Ну, да, да, да. То все может быть. Но, конечно, давайте посмотрим, что произойдет сейчас на улице. Здесь в соло проходит Кэддиан эту позицию с армором. Два набора раскидки. Сталин уже отправляет флешку. Выход через дверь. Вот скоро звуки вернутся. Я думаю, друзья, не переживайте. И вот он, Робс. Минус Ник. Первый минус пошел. Тезис уже перекрывает будку. Ответ. Ошибается. Оборона в итоге, да. Ну, они нагло нажимают. Там сейчас, на самом деле, Тезис выбьет просто двери. И это будет... Ну, там важный фраг. И Тезис в итоге забирает Кэрриганс. Девятки умудряются закрыть ставны. Идет Бору прозабираться. Но здесь, по-моему, эту перестрелку просто не выиграть. В итоге 1 в 2 вместо ситуации 1 на 1 получают парни из команды Героик. И у Кэддиана шансов маловато в этом раунде что-либо поменять. Ну, с бомбой затянули первое. И второе не пытались вместе все это дело принять. Ну, по пульке, конечно, здесь это стратегия. Но стратегия не самая успешная. Открывается первый. Открывается второй. Кэддиан. Ну, Кропс все-таки попадает по голове. Ну, буквально... Ну, близко это было. Близко, да. Близко. Да, и был шанс. Я уже думал, что сейчас залетит этот хэдшот у Кэддиана. Вот из последних трех. Но все-таки чуть поточнее, чуть побыстрее был Робс в этом эпизоде. Пистолетка за Мау Спортс. И, ну, давайте посмотрим за повторами. Вот Кэддиан дал размен на улице. Как-то все хорошо, но действительно вот поставленной бомбы в этой ситуации явно не хватило. И либо минуса еще одного в будке тогда, когда Боро порывался на второй вот размен на этой позиции. Ну, ладно. Хорошо. Отличное начало. Мау Спортс 1-0. Ну, и форс раунд. Кстати, вот сейчас тэками и деглами. Без бомбы. Ну, и буриматч дает 50-50, по сути, да, коэффициенты на эту карту. И на матч она именно карту. Ну, и не забываем, друзья, да, про бонус. Кликайте под баннер под трансляцией. Ну, у нас тем временем все-таки забирают Кэрригана. И, ну, слишком сильно ХП не просело, да, у этих тэков. Подобрали Юмпик. Там три формилки Фамос. Перевес по девайсам не самый большой. Здесь больше вопрос позиции инициативы. Что это было? Не ожидали, что ли, здесь Робса увидеть? Ну, в итоге он здесь вновь всех покосил. Очень странно, что не ожидали, потому что именно он забрал первого. При том, что бомбер тоже выходил. Можно было выйти с дыма и сыграть трое против одного, но не подрассчитали. Я тоже думал, что первый выпрыгнет сейчас как-то попытается увести прицел, а остальные там на размен. Ну, в итоге два хороших старта для Маус Спортс на двух картах. Вот так пока можно сказать о происходящем. Ну, с пистолетами у них реально все круто в этом матче. Но, опять же, это все-таки не повлияло по итогу на первую карту героев. Основные оружейные раунды отыгрывали очень круто. Самое мощное, это то, что к раундам против слабой экономики у героев всегда созревал какой-то новый план. И для защиты сливать это было таким все нюансом. В итоге закончили в свою пользу. Так, Фроузен олтсайд минус ставн, ту идея. И здесь без размена должна ситуация развиваться для Фроузена. О, ой-ой-ой, как красиво. Лезете на этот фарм. Еще и третьего. Там просто все в кровище было. Но это эко. Это эко здесь, в принципе... Хорошо поработали МПшки. Смотрим за продолжением. Да, друзья, первый оружейный раунд прямо сейчас. Ну, если забирать его Маус Спортс, выход на 5-0. Хороший старт на карте соперника. Но, опять же, с другой стороны, тут ничего страшного. Это нюк, защита. Она просто хорошо идет. Мы ждем интересные раунды от команды героев. У них, действительно, карта нюк довольно хорошая. Есть куча разных интересных вариантов. Ну, и вот посмотрим, с чего решит начинать эту битву Кэддиан на карте нюк. Ну, уже стал, начинает минус бимос. Отлично, проверили дверь. Энтри для атаки. Фроузен в поджиме за красным. Ну, атака здесь не спешит. Понимает, что могут быть и поджимы. Начинают проверять смоки. Также помогает игрок сверху. Там с сцерны все просматривает. Ну, и пока действительно все под контролем. Датчан, как только появились девайсы в руках, все фуловые. Ну, кроме того, у него 99 хп. Ну, в принципе, то же самое, что фуловый. Ну, и давайте досмотрим, что вообще здесь могут сделать Мау Спортс в этой ситуации. Ну, возможно, вот поджимать. Сейчас пойдут ребята и двери, будку, и Робс там за беплента. Все в красивой позиции. Там двери вряд ли, а вот будку было бы очень даже осмысленно поджать. Правда, Робса дает в этот момент рампы. Начинается раскидка от Кэддиана. Его тиммейты по улице уже готовы заходить. Он готовит коктейль за дальний. Ну, не подловил Кэрриган пока же своего оппонента. Робс в этот момент возвращается на рамп. Вот этот эпизод. Вот почему будку можно было и поджать. Поджали бы будку, мне кажется, убивали бы Кэддиана и читали раунд. В итоге Базу Б встречает Фроузен, встречает Соло. Шикарно вписался здесь по демейджу, но... Была бы М-ка, всех бы покосил. Была бы М-ка или вообще любой... Даже Фамас бы здесь сбривал их всех в линию. Но помимо тайминга, да, Двайс тоже имеет значение. Ну, и вот здесь тоже самая ситуация. Вот было бы что-то помощнее этого Юмпика, мог бы дать Кэрриган минус. Но в итоге как раз... Ну, это проблема, да, когда вы остаетесь с фармилками. Хороший раунд от героя, кстати. Да-да-да. Ну, дальше помощнее будет Бай в исполнении команды Маус Спортс. Посмотрим все-таки еще один раунд. Нужно взять датчанам, чтобы все-таки просадить эту экономику. И, конечно же, не дать там засейвить. Посмотрите, там сейчас без денег за проигранный раунд. 8400, 7850, 4650. В общем-то, денег действительно достаточно на руках у команды Маус Спортс. Ну и первый в атаке на Нюке за командой героек. В принципе, опять же, в центре килла. Началось все в районе двери. Ну и дальше ребята доиграли раунд. Все довольно четко получилось на точке Б. Мы смотрим, как будут адаптироваться к произошедшему парню из Маус Денег. Благо, много. Это все залог хорошего старта. Дает и себе знать, поэтому будет закуп. И мы увидим, возможно, сейчас что-то жестокое в коллективу Маус Спортс. Будет оно работать? Нет? Трудно сказать. Ну, АВП 4М-ки, посмотрим. Действительно. Да, дефолтный на самом деле набор. При том, что денег было сверхотбавляй. Купили один авик, а не два. Хотя могли и два позволить. Будем на Нюке дать. И вот это да. Простота, краткость таланта или что тут? Очень жесткая раскидка база, врыв Борупа в Сикрет. Вообще, понимает ли это защита или нет? Скорее всего, даже если понимает, Крижей уже начинает смотреть. Но планы как раз-таки команды героек очень даже могут сейчас обломиться, если Крис Джейс реагирует правильно на происходящее. Зависит от того, конечно, да, вот что ему тиммейты сейчас будут говорить. Крис в итоге идет проверять. Тут Робс пришел на помощь и все-таки сняли Скальп. Да, вот и посмотрим, что сейчас будет на Б. Вот он, Робс. Коварный охотник Боруп. Ошибка, но есть инфа, по крайней мере, там размена от Ника. В этот момент поджимается под 9 атака. Пока полный контроль карты, двое спускаются в Сикрет. Тут защиты вообще не понимают, куда пойдет атака. Атака, по идее, просто сейчас будет ждать. А Ника попробует найти фраг преимущества на базе. А если он его найдет, они через мейн играют. Как это угадать? Но Ставн намного раньше все сделал. В итоге Керриган... Ой-ой-ой, как-то тут просто издеваются уже над Керриганом. Знают, что Керриган в итоге в дверях. Выходит Керриган, его замечает Ника, но не перестреливает. И команда героев сейчас, по-моему, максимально в неверном направлении. Пытается осуществить свои действия. Ну так надо побыстрее. Уже там двойка должна игроков ставить бомбу. В принципе, да, они сейчас это быстренько провернут. Надо до того момента, как... Погоди, а там был Робс. Так он уже давно вернулся, наверх поднялся. Там уже... И ситуации были веселые. Но бомба стоит, но 2 в 2 здесь можно реально сейчас поджать. Позиции не самые худшие сейчас у Керригана и его тиммейта. И он дает минус. Но какой раунд отдается? Герои где-то ползали, лазили. И в итоге 1-2 для капитана. Но он знает, что второй на вилке, поэтому... Для него ситуация АБЦ. И он замечает своего соперника. Хорошая попытка попасть по голове, но... Мимо пролетело буквально в пиксель. И ребята из команды Героев этот раунд не уберут. Ну, как отмечала наша аналитика Ламыч, да, вот он главный герой команды Мау Спортс. И он уже тут берет... Несколько раундов. И этот, и в пистолетке там помог ребятам. Но есть еще деньги у команды Героев. И в принципе по-прежнему задача одна. Тут 1 раунд. Хотя давайте посмотрим, что останется у обороны после того, как они докупятся. Кейден вообще обидно за него, конечно. Но тут неверное решение в плане вообще суммарное. Что там ставн делал? Зачем ты подбираешь АВП, когда у вас еще раунд не взят, и ты знаешь, где будет уже тярик. А что там показывали? Молик он там или что там за повтор был? Вот этот Молик, он не разгорелся или что? Да не, он просто... Короче, если ты убиваешь типа, когда он оторвал типа чеку, эта бутылка падает, она горит, но она типа не разгорается, не взрывается. Все, не успел. Что, вторая попытка пошла. На этот раз ставн в качестве мейн-агрессора выступал на стартовом выходе в АПЛЕНД. Упал в вентиля, но посмотрите на то, как разыгрывают в этом раунде. Там Фроузену прописали, да, тут под 9 промутился Кейден, но его ждут. Но он хотел вообще жестко сыграть. Ну все, переиграно, Маус Спортс по ходу сейчас захватит. Сейчас еще Керриган бомбу выбьет, смотри. Или не выбьет. Нет, не выбивает бомбу, его забирает Боруб, но... Криджей врубает. Ой, вернее, Теса забирает, но Боруб при этом не вышел, да, на рампу. И для атаки все равно аутов очень-очень мало. Но пока сухая. Пока очень сухая атака от команды героек. Все их вот эти вот моменты с тем, чтобы запустить игрока и разыграть от люркера, они не заканчиваются вообще ничем для атаки. Но они тут во много позиций, да, пытались запускать. Такой сложный раунд. Может, мне кажется, распылились силой. Надо вот немножечко сфокус на какой-то... Ну и все, с восьмерки оформляет фраг Робс. Ставн пришел на размен, но как-то поздно, да. Но в меньшинстве здесь и вариантов, как бы у них было, либо сейвить, либо приплыли. Ну и пока все идет под диктовку явно команды Моуспорт. Все-таки они врывают все необходимые раунды, а героек вот взяли один. И на этом все, и серии нет. Ну и, конечно, нету, соответственно, ни экономики и уже не хорошего счета. Ставн пытается, конечно, но неужели он такой раунд сейчас еще может взять? Ну, если битого Фроузена забирает, то, может быть, уйдя на базу Б, что-то получится. Но здесь, смотри, Будка играет. Будка, не прощая, Тропс поменял позицию, все сделал правильно. При этом разобрался с двумя по итогу. Еще раз, уважаемые зрители, напомним вам, что инициатор выбора страны была команда Маус. До этого они проиграли свой пик. Это была карта Мираж. И теперь выбор команды героек явно начинается с гигантских проблем. Ставка на тоталы и, ну, 1-7-6. Больше-меньше. Тут точно будет, мне кажется, сильная еще драка. Героик еще свое покажут. Да, пока что вроде кажется, что все четенько заходит у Маус Порс. Раунды идут за защиту. Вроде все под контролем. Деньги есть. Но, опять же, вот сейчас возьми героик два к ряду. Начиная сначала, вновь борьба. Вновь напряженные ситуации для обороны. Но пока вот все-таки действительно нужно разобраться датчанам. Где же правильно расставить акценты? Молчаливые советы от тренера. Ну, реально молчаливые советы от тренера. Там, походу, аналитик просто, да, с команды. А по-прежнему, конечно же, рулит Кэден всем процессом. Не, ну да. Да. Четыре разницы, друзья. Ну, примерно такая картина была и на первой карте. Но там, по-моему, 0-4. И потом плотная ответка была. Здесь герои на ответку вообще никак не созрели. Ну, после этого раунда, да, вот попытаются все-таки ответить. Если его все-таки не возьму, тогда уже, да, возможно, Маус Порс получит хороший счет. Ну, и то там в концовку можно все равно шесть раундов какие-то забрать. Успевает защита среагировать на этот выход Керриган. Успевает аж двух человек, да. Еще и помогает дальше избавиться от всех оставшихся. Ну, и на этот раунд явно кроме молотовых на будку отметить было нечего. Хороший выход показывает героик. Маус с легкостью справляются в этой ситуации. Но я думаю, знаешь, Мираж внес в их игровые кондиции, наверное, небывалый буст. Раз уж все так намертво закрыто, даже при перекрестном огне от атаки Керриган выдержал. Ну, там, конечно, атака чуть-чуть, ну, не так бодро, как хотелось, все-таки ворвалась на точку. Но, да, Керриган отлично отыграл этот эпизод. Смотрим за продолжением пока. Хороший счет для Маус Спортс. Но, друзья, давайте посмотрим на оружейность. Все-таки у меня есть мысли, что все-таки героики еще могут здесь что-то поменять. Еще в первой половине подсамаки проходят просто в Сикерт. Вот, решили просто отыграть. Фрозен отдал, да, Фрозен отдал там улицу. Не стал ее играть с инициативой. Крис Джей же, в свою очередь, дождался информации. Сделал легчайший фраг. И команда героик опять получила оппонента на базе Б, который вроде как с АВП. Его можно было загнать, но идти на него они не собираются. Вернулись назад. Попалят из Сикрета, да, распикивают. В итоге ангар никого не находят. И, если честно, у них большие проблемы. Они об этом просто еще не знают. А вот и они. Большие проблемы. Он же Мистер Андерсон. Большие проблемы. Ну да, уже 2 в 4 тут легкое для команды Маус Спортс. Короче, вообще нечем взять дефенс команды Маус Спортс ребятам из героик. И боюсь, что тот раунд, который мы одиноки увидели, это было 100% кондиции от всех игроков. Ну, теперь вопрос, сколько раундов возьмет команда героик. Вот честно. Возьмут 5-6. Как бы мы все понимаем, здесь еще можно закомбетчить. Пока только один. 4, вот 4 можно закомбетчить. Все, что меньше 4, героик не осилят. Мое мнение такое. Посмотрим. Ну и опять же, вот сейчас бы какой-нибудь 2 Комфорс выигранный, возможно, подарит вновь силы и уверенность команды героик. Довольно просто пролетели в Сикрит. А что дальше? Дальше, я думаю, какая-то подсадка будет, там флешки. Ну, просто летели на ноге. И были наказаны снайпером Маус Спортс. 7-1. Хороший счет для обороны. Потихонечку идем к третьей карте. Но как бы посмотрим. Там вот 7-1 хорошо, но 14-1 лучше. И гораздо ближе к победе. 7-1 это, кстати, такой счет, которому как раз-таки атака, проигрывая, должна была что-то придумать и сыграть оружейное. Но из них выбили деньги, и они только со счета 8-1 будут отыгрываться. То есть шансов у них все меньше и меньше начать играть в свою пользу и как-то ломать вообще этот дефенс. Ну, вновь раскид улица. Опять же, вылетают с макеем. Шифтами решили в этот раз отыграть. Очень интересно. Они топают специально. Они, короче, походу просто не понимают, почему их постоянно читают по улице. Быстро они играют или медленно. Но при этом, я думаю, что просто кто-то видел демки. Карты нюк. Посмотри, как Бимас сразу перестраивается после дымов. Ну да, тут надо вспомнить совершенно другие раунды. И расчет строгий на размен. То есть они должны разменяться. Но нет, не та позиция вообще играет обороны, которая их, в принципе, губила несколько раундов к ряду. Им придется проходить Бимас, а вот Бимас пройти будет не так-то. Не, нормально. Они подсадились. Они подсадились. Из игла его выключили. Вот такой раунд бы выиграть эти игры. И пойдет дальше вообще игра, и раунды пойдут за атаку. Там бомбы устанавливаются. Робс ничего не может сделать. Приходит снайпер. И, ну, только чудес Десос еще отвесил. А тут здравствуйте. Ставн дурканул базу А, перекрыл кислород еще одному игроку защиты. Развалина. Так, и Робс последний. Человек, который играет рампы и роль суппорта базы B здесь. Явно сделать уже ничего не может. Но попытается засейвить. Попытка, конечно, это всегда хорошо. Но засейвить ему не дали. Плюс АВП для Кэдиана. Вторая смерть Робсом на карте нюк. Так, и 7-2. Даже оружейный раунд парням не потребляет. Да, да, да. Вот я говорю, вот такой момент, возможно, сейчас вот заставит команду героек немного проснуться и заиграть. И действительно это подарит им шанс. И, во-первых, сейчас денег выбили. Своих сэкономили. Просто нужно просить успех. Просто в том, одинокий это раунд или нет. Да. Потому что, ну, здесь мы видели, да. Первый фраг, конечно, пикантный. Через подсадку все круто. Но согласитесь, если бы они реально там проходили, он бы, ну, Бимус бы минимум трех-четырех бы мог точно раздамажить очень уверенно. Так, друзья, ну, давайте, наверное, все-таки, нет, это не быстрый раунд. Наши друзья из Париматч продолжают настаивать на преимуществе команды Маус Спортс, судя по всему. Ну, ну, ладно, вот хотел вам напомнить по поводу акций. Об этом, наверное, похоже. Вот такие прострельчики мы уже видели. Да, короче, викторина от Париматч. Две тысячи долларов призового фонда. И все это по ссылке из sports.pm slash showdown. А у нас пока Frozen нормально. Он его просто весь раунд тут прощупывал, прощупывал. Это, смотри, это просто жесть какая-то. Он сейчас еще второго мог задраконить вообще по-страшному. Как он круто отыгрывает. Третьего тоже мог. Ну, Frozen просто действительно хладнокровный убийца. Безняга на Тесесе не справился с поставленной задачей. Он, главное, получил прострел, упал и получил прострел туда, куда упал. Да, думает, что здесь происходит. Вот это мы пикнули. Ну что же, 4 в 5. Сложная ситуация на карте для героев. Но, опять же, ребята вроде бы под 9 там немножечко подползали. И если Бима все-таки здесь немного зафейлится, то в итоге, может быть, что-то получится. Плачка нужна. Ну, нужна. Или как? Или чтобы прыгнул просто один. Ну, тут вообще без шансов от Бимаса. Ближней дистанции этот парень не проигрывает. Тут не попадает Кэддиан. И все. Раунд развалено. И вновь только один мы увидели от героек. И после этого Маус Спорт сразу все закрывает. 8-2. Что по деньгам, деньги есть. Раунд реально развалено. Та еще развалена получилась из команды героек. На Стезесе тут такая развалена получилась. Он падает, топает и его добивают. Оп. И едут. Минус Моник. Все нормально. Фейт и Блэк. Ух. Ребят, ребята. Ну, сложно здесь явно команде героек. Но опять же, они еще далеко не проиграли карту нюк. Здесь абсолютно нормальные вещи. Тактическая пауза от датчанки. Там, по-моему, там тактическое выгорание, походу, уже у героек. Но мы видим, что ничего из того, что они делают, не работает. При этом все, что сделали героек за сторону атаки, это придумали, ну, вот с тем вторым раундом. То есть, как вскрыть одного на базе Б, чтобы зайти проверить. У них это, в принципе, получилось. И кроме этого, никаких фишек интересных мы не увидели. Даже выхода поздними таймингами на парни еще не попытались разыграть. Хотя явно намекали нам, что готовы играть девятку, будку на поздни тайминг. Но аутсайд, атаки через аутсайд продолжаются. Но я чувствую план на атаку не ходить к Робсу. Потому что там вообще на рампы даже не суются, ребята. Это, кстати, очень даже зря, мне кажется. Потому что, ну, нельзя так. Минус Керриган, друзья. Начало вновь в хорошей отставанном двери. Антрекилл для атаки. Вот он шанс для героек на третий выигранный раунд. 5-4 на первых секундах оформленный антре. Они уже заходят на аплэнт, и здесь, да ладно, ну как-то. Там вообще всех сложили. Открылся в итоге Ставн. Свои фраги сделал. 2 в 2 создал. 9 не смотрит. Фроузен улица. Ставн на точке. И, по-моему, Фроузен сейчас заберет Кэддиана. Все, минус Кэддиана. Минус бомба. И все, все, все. Тут уже гораздо сложнее для Ставна. Ну, тренер доволен у Маус, естественно, такой серии раундов. Но это все пока сторона защиты, которая позволяет. Зачем же так поспешили? Вот он энтри. И как бы тут вообще никто не был готов. Вот смотри, Ставн выходит, забирает 8. Убивает типа на будке. И в этот момент Кэддиан, вместо того, чтобы играть с ним, пополз в секрет с АВП. Там, то есть, в теории, у Кэддиана уже мог даже быть чувак в секрете. Если бы у них не настолько был наигран этот матчап относительно друг друга, он бы там точно не выживал. Так что да. Так, дверь уже психует. Здесь атака, размена, плюс для защиты. Да что? Все, походу, закончились варианты. Переигранно Кэддиан психует. И явно не те варианты, которые нужно разыгрывать команды героев. Здесь просто похалдить хотя бы. Похалдите, постойте, не умирайте 20 секунд. Все, они пола раунда. Мне кажется, они уже поплыли на этой карте. И ждать героического возраста. Ну, им было очень тяжело на первой. И самое опасное, что они дали Маус разыграться. Ну, а начинать за диффенс карту нюк для Мауса, это вообще раз плюнуть. И пока мы видим плодотворный успех этой стороны. 10-2, это шикарный счет. Минус, деньги будут еще разочеку в атаке, если они в этом раунде проиграют у Кэддиана. Нет идей. Ну, на три карты, друзья. Надо брать сейчас там никаких 2К форсов. Покупать, играть. Вот поздний выход. Просто поздний. Средний тайминг. На Аплэн там буквально пару флешек, один смоук. И можно спокойно там зайти. Это же обычные вещи. Очень сильно пока что ребята действительно как-то, как говорится, упоролись в улицу. И вот сейчас фаз на А вновь через Лонг. Через улицу не очень удачный. Не знаю. Как-то все читается. Все под контролем Маус Спортс. Героек ничем не могут удивить. Как-то действительно Кэддиан не хочет менять игру. Ну, ладно. В итоге выравнивают экономику. И уже согласились на то, что, ну, ладно, попытаемся хотя бы 4 раунда выиграть. Но, может быть, опять же, очередной какой-то форсик сейчас зайдет в теки. 4 штуки. Дигл. По 2 гранатки есть у ребят. Вновь что-то быстрое. Сейчас пауза небольшой будет отыгрывать. Там улица должна спрыгнуть. Нет, улица разворачивается и идет назад на 0. Куда придет Крис Жей? Сейчас посмотрим. 9 пошел. Бум! Еще немного урона. Так, дым один. Еще есть дым и флешка. И на этом все. Вот в среднем тайминге. Ну, это что, такая разминка такая небольшая перед боем? Да непонятно. И в следующем что-то типа того. Ну, просто кажется, что Кейден сжился для этой карты. А, это гармошка. Попался. Нет! Там еще один есть. Подожди. Ну, Ник и не вышел, да. Но там на бет. Вон тебе Робс. Его выщелкивают в итоге. Нет, от Крис Жей. Где там Ник и делся? Керриган. Боруб. Вау! Ну, слушай, растерялись чутка, ребята, из Мау Спортс. Хорошая стрельба от Бимаса. Железный хэдшот у Боруба. Боруб замениковала. Круто спровоцировал. Да, Борубу надо было реально закрываться. Но там видишь, что с бомбой произошло. Она лежит, походу, на базе Б. И ее Крис Жей никому не отдаст. Отдай. Не отдам. Так. Ну, 29 секунд. Что делать, парни? Куда пошли? Правильно, да? Идем искать фраги. О, никого нету? Да ладно. Они на бомбу смотрят, да? Да. Ну, пойдем посмотрим. Может, они смотрят бомбу реально. Ну, пойдем посмотрим. Давай, пойдем, пойдем. Вот, он один смотрит, да. Все, он там. Он точно там. Он и Вилки. Плэшка есть. Опа. Да, хорошая флэшка. Оп, оп. Убить же надо. Ну, тут и молик. Да, слишком сложно все. Закрыто здесь у команды Мау Спортс. 11-2. Хорошему танцору ничего не мешает, как и хорошему опорнику. Так. Ну, здесь вообще опорник, знаешь, у него ситуация только, когда нужно приходить, потом Б проверять. На его позицию никто не пойдет. Меня больше героик порадовали именно вот этим мувом. Пойдем в секрет, пойдем. Я не понял, но они просто сбегали в секрет. То есть, просто так, в надежде на то, что там кто-то сейчас накосячит. Так, ребят, ну, ради прикола кто-нибудь к Робсу сходит или нет? Это прематч, посмотри. Пять коэффициентов на команду героик. 1-15 на Маус. Ну, реально Маус. Хороши на выборе соперника. Ровно так же, как и хороши героик на выборе соперника. Да, все хороши. Так, Энтри минус Керриган. Фроузен сразу же, размен на улице, слышит. Ой, как хорошо. Ну, у него, не знаю, у него стальная чуйка на улице. Вообще не проходит этого парня. Он просто смоки нашивает вообще во все стороны. И первого на крыше, второго в смок. При этом все это, конечно, вызывает только восхищение. Ну, и сейчас авик будет реализован, по ходу, Робсом. Решили все-таки выйти к Робсу. Выстрелил. Ну, ничего страшного. Он там слепую хотел выстрелить, да, судя по всему. Тут, по идее, большинство. И, кстати, круто сориентировался, что сделал стрейф, не стал стрелять, минус бы был, но, может, был бы и размен. А мне кажется, это из-за того, что матч вот по интернету. На лане бы стрельнулось. Кэддиан сделал скоп и пришел в мейн. То есть он сделал скоп перед тем, как зайти в инсайд. Он полраунда идет, вот у него на мониторе только крестик черный видно. Никого не находит и попробует уйти в винты. В винтах, кстати, очень интересная ситуация для Кэддиана, потому что он может сыграть как внимательно, так и невнимательно. Да, не проверяет секретку, но он понимает о позициях примерных. И четко знает, что он не смотрит, но в самый последний момент замечает Бимаса и в этом раунде коварственная команда героев все же может дать им еще одно очко в этой половине. Смотрим за установкой бомбы. Она, кстати, на Кэддиан, на Кэддиан в длинном СВП. Тут Варика, конечно, на ретейке, только Фроузен вот может сейчас как-то шикарно зацепиться за возможность, если вот здесь... Ему надо дым кинуть, и он через него сразу всех убьет, я уверен. У него есть молик, есть флешка, нет. Но проверяет все-таки уголочек, но здесь идеально играет связкой, с там он там прикрывает дверь. Все хорошо. Я уже думал, все, он сейчас опять кинет дым и трех человек заберет. Да есть же ж герои, вот не побоялись пойти сейчас просто на точку Б в меньшинстве. Оказалось, там не такой же страшный Робс, вот он тоже совершает ошибки. Ну, не, Робс играет рам плюс П9, он не страшен Бимасом, он реально очень много проблем постоянно доставлял. А Робс всего лишь доигрывал комфортные ситуации, по крайней мере в этой половине было все примерно так. Но он доигрывал, потому что на него ни разу не вышли на первых секундах, ни разу просто. Третий берут, ребят, третий берут герои. 14-3 у него статистика, там вообще три смерти. Вот умирает Робс, раунд отдается героям. Ну, вот здесь выжил. Ну, вообще, ну, данный момент. Это вообще чисто момент невероятной удачи для Кэддиана. Да, и вентиль зашел, и минус дал, ну и дальше. Просто мне кажется, что если бы он знал, что там кто-то стоит, он бы эту позицию не проверял выходом на лестницу, это слишком много риска. Так, П90 в руках Борупа, по-прежнему, конечно же, АВП от Кэддиана три голаша. О, вот все, сразу же тут поувереннее стали. А пойдем его проверим, потушим и зарашим. О, все, он падает. Можно же было-то, парни, можно, да, было бы раньше это все сделать. Он все-таки забирает свой минус Робс, правда, только один и уже отдал точку. Ну, долго думали, реально очень долго думали, герои их созревали, чтобы что-то быстрое сделать. Но, опять же, чем быстрее они двигаются, тем быстрее Мауспорс реагирует на эти агрессии и пытаются уже зацепиться за какое-то преимущество в длинном, но здесь реально полный контроль за дымовой гранатой, за игроками атаки. И много патронов по 90, говорит Боруп, привет! 4 в 2, все, 4 в 2. Ну, не будет здесь, по ходу, ретейка. Тем не менее... Ну, надо идти на ретейк, да, раунд последний. Ну, тем не менее, половина очень сильная для ребят из Маус, если учитывать, что они отдали свой пик, то как бы в последнем раунде... Кидин говорит, простите, пацаны, я что-то вот побоялся Б играть, а вот оказалось, что можно было. Ну, ладно, теперь вот только пистолет. То есть, изначально они реально боялись как бы Рапса, ну, это было видно по карте, да, они на него вообще не ходили, но в решающий раунд взяли Адрисяевну на тем, что пошли к нему. Ну, либо, знаешь... Ну, вот, пистолетка, кстати, начнем с нее. Либо он заснул уже. И вы только что видели, как Эрриган с девяткой убил чувака, который был под девяткой. Так вот, при выходе на у атакующей стороны такого не должно происходить. Ну, просто это невозможно, когда вас двое на точке, и один чувак против вас играет с девяткой. Как-то вначале было близко, но, опять же, близкие ситуации брали ребята из команды Маус Спорт. Ну, не считая, конечно, этого фарма. Вот, например, следующий раунд там поинтереснее был от команды Маус Спорт. Ну, и, опять же, вот взяли один. Казалось, что вот все, взяли пушки герои хорошо потащить. Вот здесь он мог их сложить вообще в линию. Да, вот он, этот одиннадцатый раунд. Здесь как раз пушки сработали. А вот это раунд, когда Кэддиан не потащил. Ну, там сложно было позиции снизу, как бы соперник сверху. Да, просто не попал. Он все правильно сделал, навел прицел. Вот все четко, вот просто потом как-то чуть дернуло. Пулька чуть выше пролетела просто головы, и обидно, конечно, Кэрриган и его шикарнейшие зажимы на базе. Еще разочек финансов. Да-да-да, вот это плохая история от Кэрригана. Ну, и вот в итоге там пару дуэльных ситуаций. Все-таки все выиграно командой Маус Спортс. Ну, и вот такой вот счет 7-1. Да, уже нам намекал на то, что здесь будет плотно. Дальше уже с экономикой дожимали Маус Спортс своих соперников. Но все-таки в конце вот какой-то минимум, о котором говорил Слэм, появился у героев. Они взяли, да, 11-4. Это то, на что они, возможно, даже не рассчитывали, с учетом того, какая тенденция по раундам происходила в первой половине. Вопрос, друзья, в другом. Вопрос в том, какая атака у Маус Спортс. Потому что, ну, мы знаем, что у них большой бэкграунд карты нюк. Да, это эпизод, где Тесса суплыл. Но все же за защитку здесь чуть-чуть полегче. А учитывая кровожадную историю между этими командами, она реально кровожадная. Есть у меня вот намек на то, что все реально и у героев за дефицит исполнить. Исполнить на два шага вперед, если, конечно же, у Маус не будет ничего такого в плане раундов. Вот, кстати, еще один. Ну, все должны играть там идеально. Вот так же, как чуть-чуть, я не знаю, там, Фроузен, как он местами там нашивал самоки, улицу контролил. Да и вообще неплохо выглядела команда Маус Спортс. Вернемся к статистике. Ну, вот у Тезуса где-то там Нико, да, по атаке там по 6-12. Да не только и у Бору по 6. Там, в общем-то, команда, да, героев провалилась в этой первой половине. Но, возможно, во второй еще и справится. И, может быть, даже выиграет на двух картах. Но для этого реально вот нужно с экономикой, с хорошего старта, без паники, брать раунд за раундом. В отличном настроении пока что. Маус Спортс готовится, ребята, к третьей карте. Тут еще чуть-чуть, да, поиграть. Пропаганда здорового образа жизни, друзья, продолжается. И, кстати, Кэддиан собран. Я прям, я видел этот взгляд. Этот взгляд у него был, когда он выиграл. Кого он выиграл? Астралис. Вот. И здесь у него такой же взгляд, только в матче против Маус Спортс. Возможно, это совпадение, но что-то... Если честно, я не верю в совпадение. Это жесткий матч был вообще. Он так собрался против Астралис. Одна из лучших игр вообще, наверное, в истории для Кэддиана. Да. Тренер-героик начинает улыбаться. Что-то шанс. Что-то весело обсуждают. Ребята, ну шанс есть, да, шанс есть. Пока еще не все так страшно. Вот возьмешь пистолетку, не отдашь форс. Возьмешь первый оружейный, это уже 9-11. Там берешь второй, 11-11. Но это 7-0, конечно, в половине. Это так легко сказать, но очень трудно сделать. Новый стиль от Кэрригана. Или это косплей на Тесосе, я понял. Датчане, конечно, угорают друг на другом. Ну что, у атаки есть план. И это план далеко не... Мне кажется, что это будет база, либо улица и проход на Б. Сейчас увидим, дымы делают один из игроков. Два смока уже, по-моему, дымом ошиблись. Там на Б все вышли. Да, какая там... Там трагическая дырища в дымах. И, естественно, защита знает, что выхода на Б нет. Максимум это один мейн. В смысле? Там на Б все вышли уже. Все же рампы вышли. Не, а про то, что по улице. Они понимают, что по улице не вышли. А тут двоих ждут уже, на самом-то деле. И как бы Тесос. Ой-ой-ой. Как сильно при этом приеме работает оборона. Тесос буквально увалил. Дальше пытаются запушить Ставна. Погоня, Ставн. Не-не, отмена. Его чуть тиммейт говорит, иди дерись. В трубу к нему залез. Чуть не прибил. Но все равно 2-4. Тут реально можно перевернуть. Но нужно сразу попадать. И нет. Сразу попадает. Команда-герой. Фроузен. 1-4. Слишком сложно. Но там по одному хп два игрока. Это по одному хп было. Подожди. Дым. И Фроузен. На патронов не хватит. Обезвредили. Обезвредили Фроузена. Бомба разминируется. Фроузен. 44% здоровья. Держит под максимальным напряжением. Закрывает дверь перед ним. Кэдди. И делает. Закрывает тиммейта. Запили мне дверь, родную. Запили мне, запили. Все, взяли раунд. Они взяли раунд. А ты понял, что они делали? Кэддиан что с ним делал? Пока Фроузен пытался убивать чувака, который дефузит бомбу, Кэддиан ему открывал-закрывал дверь. И по факту Фроузен просто расстрелял дверь. Посмотри. Он просто расстрелял дверь. Они реально дверь убили в этом раунде. Дверь была уничтожена. Мне жалко эту дверь, друзья. Я реально ощутил ее страдания. 248 коэффициент на героях. Но с пятерки быстро скинули. Но это 11.5 и 11.5 пока еще ни о чем не горит, уважаемые зрители. Да, камбэк возможен, но мне кажется, маленькая вероятность уверенного камбэка. Сейчас там еще единичку скинут, если первооружейный зайдет также команде героик. И мы уже увидим 9.11 на табло. Но мы посмотрим, как бы тут форс. Нет, это экономический. Это 3D глам и Керриган уже пробрался в секрет. Ну что, как бы... Без единого дыма, без единой флешки, без единого контакта. И да, действительно, друзья, все выглядит очень интересно. Походу сейчас... А, я понял. Они хотят сделать такой мув, чтобы игроков на планте развести падать винты. Ну а тут, конечно же, да, наш любимый Керриган. Они хотят... Керриган должен пошуметь, а вот здесь... Керриган не будет шуметь. Не будет шуметь. Лучше бы он пошумел на атом, поднялся, подстрелил воздух. Ну тут не самый, конечно, приятный выход с деглами получилось сделать. На двух игроков, да. На трех даже игроков уже суммарно. И никто в вентиля не падал. Керриган... Кажется, нас прочитали. Ждал и не дождал. Открывается вид соперника в мэне. Ставного забирает. 6.11. Без потерь. Хороший по экономике раунд получился у команды героик. Но вот сейчас первая опасность. Это две фармилки и скаут на руках. Да все, 6.16. Нормально. Ну сейчас оружейный. Сейчас оружейный. Да я взлетал тут в будущее. Мне сказали, что все. Все тащится или... Да, третья карта. А, третья карта. 6.16. Так, ну поехали. Не избавляются от фармилок. Честно, может быть от скаута и стоило. Но Керриган верит, что все нормально, проблем не будет. Выдержит защита. И если не выдержит, то в следующем снова возьмем девайсы. И все-таки заберем поджим улицы. Далековато. Говорит, они там с таун. Но есть. Заметил. Ушел обратно. Ну а так и пока особо не дергается. Там Криджей уже на радио. Ой-ой-ой-ой. Кто кавош в итоге? Сколько? Два хп у Робса. Да, два хп. Обидно, досадно. Ну ладно. Ну с фармилкой останется Ника по улице. Фроузен готов заходить в мейн. При этом проверил ангар. Суммарно по карте, мне кажется, что логично было бы пойти на Б с позициями команды Мауса. Ну это не ясно. Они сейчас... Тут роль Фроузена мне не совсем ясна. Он пока просто ожидает врыв какой-то секрета, но парни из героев решили не играть на пространство. Да, решили реально больше как-то сосредоточиться на позициях приема. Повезет, не повезет, как говорится. Керриган приходит к тиммайту, и они с Фроузеном сейчас попробуют разыграть. Ну я смотрю за Криджей, он только что отдавал Б, но вернулся в последний момент, как раз вот когда идет выход. Мог попасть, показалось, но нет. Ну тут, кстати, можно и ответить. Ой-ой-ой-ой-ой. Еле-еле делает этот фраг Теса, забирает девайс, на мейне лажает. Дипа открываясь спиной, но Тесос перевернул, 3 в 3 устроил, Робс 2 хп, став на точке. Выход рамп от Криджей уже состоялся. Одного игрока как раз, кстати, красного оставили. Доигрывать этот эпизод на шифте идет став. Ну, хорошие шансы на выбивание, но при этом и ситуация достаточно комфортная может быть для ребят из команды. Маус, да, вообще Пимас просто великолепно эту парочку развалил. Опять же, ну в итоге скаут не сыграл, да даже будь то Мавик, не факт, чтобы он сыграл там в этой ситуации. Хотя бы с АВП он по-другому действовал бы, наверное, все-таки сыграл бы Кэддиан. Ну посмотрим дубль 2. Сейчас девайсы должны быть поинтереснее у обороны. И вот если с этой попыткой справится Маус Порт, тогда уже действительно запускайте трейн совсем скоро. Хотя тут тоже проблемки, 3Мки, МП, ну теперь АВП в руках Кэддиан, это конечно посерьезнее. 6-12 и вот с этого момента уже лучше дальше команду по счету далеко в Маус Бортс не отпускать. Ребятам из героек, ну и давайте посмотрим на расторговку. Тезис уходит вниз на Б, пока что рампу никто не защищает. Тут уже абсолютно не готова улица, у ребят из героек по одной простой причине. Посмотрите, как они стоят и сколько игроков атаки на аутсайде. То есть сейчас, если что не так, выход рампы и это гвоздь в гроб. Ну там Тезису, да, придется как-то уже спасать. Ну а Фроузен здесь и Ника заберет, и скорее всего тиммейты, к которым Ника может прийти, если он вообще придет. Начинается завязочка раунда на базе, акцент на дверь делает оборону, один игрок падает, Кэддиан перестраивается под дверью, Робс против него, ну... Подожди, Сталин уже спустился вниз. Ника дал минус на улицу. Так, важный фраг, кстати, от Ника, да, перестрелял Фроузена. Не дадут Фроузену действовать так нагло, как он это уже делал. Роб, все-таки дали Робсу. Там, кстати, вот Бимас уже рампы прошел. Полная фиаска от Кэддиан, но после этого Ника вписался и выход Будко... А, ждут девятку все равно. Посматривают на Бимаса. Посмотрим, три в три, Ника стоит лучше не рисковать оставаться здесь до конца. Он будет пушить, да, он понимает, что бомба может пойти вообще на рампу, Кэрриган в Будке. Отсмотрим, куда идет бомба. Отлично в ситуации сориентировались, Маузак. Крис-Джей разводит на себя, при этом знают, что есть игрок в дверях. Девятка не убирает. Видели девять. Все-все-все, понимают, что здесь сейчас и бомба может прийти, и можно подловить. Да ладно, откуда ты стрихванулся? Вперед! Ну, это бред. Это, честное слово, героик исполняют просто. Просто исполняют. Все же вроде прочитано и понятно было. Ну, смотри, теперь там какая абракадабра пошла. В итоге Крис-Джей под девяткой. Девятку ждут. Тесос вылез с вентилей. И все, проверили. Девять. Тесос последний. Минус Тесос от Кэрригана увидим, нет? Так, тут выйдет парень. Кэрриган забирает. Ну, тут вообще все идеально для Мауспорта, если честно. Прям идеальнее некуда. Прям вот они реально круто очень играют атаку. Во-первых, по карте ориентируются на два шага вперед. Во-вторых, герои, я не знаю. Ну, дерганая игра, да. Дерганая, вообще по-страшному. Когда вы начинаете отдавать вот так вот в ситуации 5 в 5 какую-то из позиций, это уже говорит о том, что реально вам тяжело. И вы уже начинаете вот что-то придумывать. Ну, и вы видели, что в итоге Бимас, который занял рамбу, в итоге стал ключевым игроком. И вокруг него завязался раунд через девятку. И бомба оттуда вышла. Хотя, с другой стороны, герои все поняли. Я в середине раунда вообще не понял, зачем герои втроем отправились на Б, чтобы проверить секрет. Это все просто без инфы, при этом остались на рампах, на улсайде. Короче, жесть. Так, ну и по идее, да, тут уже легчайше. Кедян, смотри, там нормально отрывается. Накинул ставную соточку демейджа в затылок. Ник один в пять. Там пишут минус бабки, но там немного денег, конечно, после этого. 6-14 без шансов. Эта карта достанется команде Маус, если они сейчас не будут остановлены. Минус бабки уже не работают. Опа. Да, красиво, красиво, конечно, да. Кедян, наверное, придумал. По-любому. Смотри, последний умер. Сто процентов его идея так сделать. Два фама с 3мки, ну, как-то докупили еще более-менее. Короче, другими словами, ничего в руках нет. У Кедяна вообще статистика 8-14, 6-17 Борупорта. Игроки, которые частенько бывали в хайтабе, но вот сегодня мы их не видим в таких кондициях. Кедяна против Керригана, и здесь он справляется. Подловил, подловил, забрал калаш. Ну что же, начинается все с энтри для команды героек. Ну, теперь уже ребятам здесь, да, нет права на ошибку ближайшие. Там 3-4 раунда, пока не наиграют себе экономику на один. Ну, может быть, это 1-2 раунда. Клам там всех забрать. Вот как сейчас, например, минус от Кедяна. Опять в 3 ситуации, кажется, что уже вариантов не так много у команды Маус Портс. Что решает Крис Джей вместе с командой. Раунд им подпортили, да, но они сейчас что-то придумают, как доиграть. Тут уже, в принципе, не важно для них чем закончиться. Просто диапазон раундов очень-очень-очень большой есть у Маус для атаки в таких ситуациях. А вот команда героек, будучи в большинстве, Кедяна сделает и минус, и больше ничего не происходит. Ну, посмотри, ровным счетом ничего не смотрится, кроме Аплента. Не, ну... Ту же улицу уже Крис Джей пошел, как бы, проверять до контакта. Он увидит девятку и, возможно, придет в секрет. Тут ты просто видишь, Кедяна уже решил не рисковать настолько, что в 5-3. Все, ребята, остаемся по позициям. Нормально все сработаем, Б смотрится. Я улицу смотрю, вы, главное, там в 9 не пропустите. Вот Ника пошел, проверил, и все будет хорошо. Здесь отличная позиция. Хороший минус по Крис Джейу. Ну и да, надо вот желательно не погибать. Посмотрим. Рокс пытается промутиться. Получил и один, и второй. Здесь Кедяна одного, и второго. Это эс! Капитанский! Они все пришли к Кедяну. Ух, выдыхай. На самом деле, очень даже это фигово, то, что вот в команде, особенно в такой, как героях, сейчас Кап сделал эйс, а вся команда стояла на позициях буквально, ну, не дергаясь, не принимая каких-то решений. Может, конечно, так задумано. Мне об этом неизвестно, но... Ну, как бы... Кедян, вот сейчас, смотри, он сейчас выдохнет после этого раунда и не попадет в какую-то одну пулю, которая станет феноменальным результатом. Кстати, статистику реабилитировал быстро. 13.14.09 КД, по идее, получил Кедян после этого эйса. Так, ну что же, дверь, Нико, Ставн, опасность, флешеный. Кедян разменял. Тут какой хаос на точке. Ну, вот такие раунды мы ждали как раз от команды героек. Но они не работали. Они реально не работали. И команда... А команда, мало ли, в свою очередь, раскидку база очень любит. Они просто играли, знаешь, в те моменты, когда это было экономически, там было по две гранатки, там, и все. А вот именно полный, оружейный, они как-то вот даже не пытались. А тут четенько. Ну, правда, можно еще ретейк проиграть. Это что за новогодний тролль приземлился на голову? Дальше как-то не очень аккуратно, да, сыграл. 15-й раунд сейчас заберут против Кедяна. Кедяна там, наверное, плен ждет вовсю. Да все, тут Трейн, что тут говорить. Да. Он практически появился у нас на экране. Некогда образцовый нюк карты героек превратился в нюк на 7 раундов. Ну, и в Кэдэ один для Кэдяна. А, это не агрит? Да ладно, да? Ого, надо бейти теперь. Вот это да. Ну, и тут перекрестный огонь, как бы, с вариациями некоторыми есть для атаки. И все-таки команда Маус, друзья, действительно доведет дело до логического завершения. Скорее всего, мы будем смотреть Трейн. Ну, да, тут уже, ну, реально проваленная первая половина ребятами из героек сегодня и по пистолетам много не получалось. Особенно на первой карте вы первую-то вырвали. Молодцы. Но здесь уже Маус Спортс сами играют посерьезнее. Выбор соперника. Да они первую карту играли серьезно, они реально рабочие моменты проигрывали. То есть там было много ситуаций, где в переломных моментах, ну, где-то герою чутка больше повезло. А тут мы видим абсолютно разный уровень подхода к карте дымюк. Ну, как бы героям здесь, конечно, респект. Молодцы, что боретесь, но, по-моему, все ваши карты раскрыты. Так, ну что же. Мы знаем, что у вас просто разномастные тройки. Оп, Робс. Хорошее начало раунда, да. А вот куда Боруб пошел? Я не знаю. Ну, куда пошел? Ну, реально, куда пошел? Ну, он дальше сам Робс куда-то пошел. В итоге Грис Джей дает размен на улице. Все-таки по Стауну большинство за командой Маус Спортс. Он пошел обратно. У него там была авиа к дверях, окей. Но зачем было это делать вообще? Теперь вопрос, как девятку выбивать, когда бомбу будет установлена. Бомба на Б вообще будет ставиться. Лучше вообще какой-то провал. Так, одного подловил. А там Фроузен падает. Доминирует над Никой, но дальше 2 в 2. И Крис Джей выходит на базу Б. Падает вентиляк Эддиан. Здравствуйте. Это ГГ, друзья. Это ГГ. Ну, и Тезис. 1-2. Красный Крис Джей. 73 хп у самого нет. Попадает Крис Джей. 1-1. Доволен тренер. Все шикарно. Будет Рейн. И, конечно, можно еще подраться за эти два слота на финал Бласт. Но нужно побеждать и сегодня, и завтра. Но самое важное, конечно, третья карта сейчас будет и для Маус Спортс, и для героек. Расстроен Кэддиан. Ну, оно и понятно. Нюк был неудачный. Как-то так, да. Ну, зато Керриген может порадоваться. Новый стиль, кстати, у него. Обратите внимание. Эх, трейн, трейн, трейн. Поезда. Ну, я на самом деле на первой карте сказал, что я бы хотел увидеть поезда. Но вот не третья карта, если честно. Ну, ладно, посмотрим. Третий тоже неплохо. По матчу, ну, добавить нечего. Ну, мертвый Нюк у команды героек. Что поделать? Они реально не понимают. Я не понял вообще, зачем было его пикать с Маус. Вот вообще непонятно, если он у вас такой. На что там был расчет? Действительно, ясно. Друзья, обсуждать все это будет наша аналитика. Мы передаем им слово и увидимся с вами на третьей карте.